2 августа 1930 года на учениях ВВС Московского военного округа под Воронежем впервые в Советском Союзе было осуществлено полноценное десантирование на парашютах группы десантников из 12 человек. Этот день принято считать днём рождения воздушно-десантных войск. Почти 15 лет ВДВ относились к военно-воздушным силам, а затем к сухопутным войскам. В отдельный род войск десантники были выделены уже в российской армии, а с 2006 года указом президента 2 августа стало официальным днём ВДВ. Саровские десантники собрались в аллее у Вечного огня. Бойцы прибывали на место сбора на автомобилях, украшенных флагами ВДВ. Председатель Саровского отделения Союза десантников России наградил бойцов орденом генерал-армии Маргелов за выполнение государственной задачи в зоне специальной военной операции и участия в гуманитарных конвоях. Затем десантники возложили венок и цветы к Вечному огню в память о погибших. Это наши деды, которые защищали Великую Отечественную войну, нашу родину. Среди них также были десантники. Это наши старшие братья, которые воевали в Афганистане. Наши уже знакомые, кто в Чечне был. Ну и сейчас те, кто сейчас находится в зоне СВО, не только десантники, все остальные рода войск, всем достается там. Поэтому для нас это гордость за наши войска, за то, что мы можем выполнять поставленные задачи. После этого десантники отправились к памятнику солдатам, павшим в Афганистане и Чечне, где также возложили цветы. Эдуард Половинкин руководит волонтерской группой батальона «Ромашка». Волонтеры шьют и собирают нужные для фронта вещи. Особенно тяжелым для волонтеров был 2022 год. Что такое для меня День ВДВ? Ну, во-первых, я служил в срочную службу в воздушно-десантных войсках. Часть моей жизни тоже была связана с армией. И для меня это как второй день рождения. Это для меня, в общем-то, праздник святой. Ну, день рождения даже меньше значит для меня сейчас, чем в День ВДВ. Юрий Челушкин пошел на СВО добровольцем. Он награжден такой же наградой, как и его дед. У меня было там две командировки. Первая была в Харьковской области. Стояли, брали изюм. А вторая командировка – это правобережье, Днепра, Херсонскую область. За бои в Херсонской области был награжден медалью за отваду, ну и другими наградами. Со времен Великой Отечественной войны и до наших дней десантники всегда выполняли самые опасные боевые задачи. Проявляли мужество и героизм. Всех, кто не смог сегодня прийти к Вечному огню и возложить цветы, венки, всех поздравляю с 94-й годовщиной образования воздушно-десантных войск. Желаю счастья, удачи и крепкого десантного здоровья. Всех, ребят, поздравляю с праздником, желаю счастья, успехов, особенно удачи им в воинской службе. Всем желаю вернуться домой целыми, здоровыми, невредимыми. Мы, как в песне Владимира Семеновича Высоцкого пелось, мы вас встретим и пеших, и конных, утомленных, не целых, любых. Только бы не пустота похоронных, не предчувствие их. Всех с праздником, ребята, всем здоровья, удачи, возвращайтесь домой. Никита Белямов, Евгений Шикарев, Сергей Рябов, служба новостей, Саров-24.